Аварийную ТЭЦ модернизируют в Семее. Об этом стало известно в ходе визита Улжаса Бектенова в Абайскую область. Премьер проконтролировал ход реконструкции и дал поручение по развитию энергетики. Все подробности далее. В преддверии отопительного сезона важным вопросом является ремонт теплоцентрали. А потому все ТЭЦ в регионах подвергают тщательной проверке. Где-то идет ремонт, а где-то строят новые объекты теплоцентрали. Глава правительства посетил один из таких объектов в Семее. Местному ТЭЦ уже 90 лет. Он включен в красную зону. Уровень износа тепловых сетей региона достигает 64,2%. Сейчас ведутся работы по строительству и ремонту 37,9 километров сетей и 17 теплоисточников. На модернизацию энергетической инфраструктуры выделили свыше 10,9 миллиардов тенге. В этом текущем году в рамках подготовки к зимнему отопительному сезону будут проведены работы по модернизации тепловых источников и тепловых сетей на сумму более 12 миллиардов тенге. В том числе 9 миллиардов по 6 объектам за счет республиканского бюджета, 1,6 миллиард по котельным и тепловым сетям за счет городского и областного бюджета и порядка 600 миллионов за счет предприятий КПТ по коммун НРК. Это позволит снизить износ тепловых сетей порядка 2% и достигнет до 67% износ тепловых сетей. Тепловые сети и теплоисточники по городу Семик отопительного сезона 2024-2025 года будут готовы до начала отопительного сезона. Помимо теплосетей Бегтенов посетил предприятие по выпуску и переработке резинотехнических изделий, на базе которого планирует построить комплекс переработки отходов, образующихся при эксплуатации автомобилей. Построили завод, который будет перерабатывать порядка 11 600 тонн в год бушных покрышек. В данный момент мы находимся в фиролизном цехе, в цехе, где происходит тепловая переработка резины в жидкое топливо и в твердые топливные гранулы. По сопутствующей продукт металлокорд, который также брикетируется и издается металлолом. В данном цехе происходит 100% переработка вылушной авторезины. В год порядка 2000 тонн резины перерабатывается в этом цехе. Сырье, получаемое в данном цехе, в фиролизном, идет на собственные нужды, на котельную, которая отапливает в том числе и наш завод. Тут Бектенов отметил, что на сегодня в Казахстане 10 компаний применяют собственную систему сбора и переработки отходов. Большая часть из них – предприятия, импортирующие и перерабатывающие шины. В результате анализа проведенного прокуратурой Каратубинского района Западно-Газахстанской области выяснилось, что 132 километра газотранспортных сетей, поставляющих природный газ в сельские местности, являются бесхозными. Отсутствие своевременного технического обслуживания этих сетей создавало угрозу бесперебойной подачи газа и безопасности местных жителей. В этой связи местные исполнительные органы по мерам прокуроров через суд приняли газопровод в государственную собственность. Теперь газотранспортные сети будут находиться под государственным контролем, что гарантирует их своевременное обслуживание и безопасность. Инвалид третьей группы столкнулся с серьезной проблемой после паводков в Уральске. Мужчина рассказывает, что 9 июля к нему приехала комиссия, которая осмотрела разрушенные жилища и заявила, что дом подлежит СНУСу. Однако дальнейшие события развились неожиданным для него образом. Наш корреспондент с подробностями. С 2019 года семья Аязбая Куатова жила на третьей дачной по адресу улица Восход, 237. Переехав из села в город, они начали строительство дома на дачной территории. До весны в этом помещении проживало 7 человек. Однако паводок разрушил их планы и дом. Инвалид третьей группы Аязбай Куатов надеется на государственную помощь, чтобы переселиться в новое жилье до зимы. «Когда комиссия приехала, они сказали, что дом нужно снести. Мой сын поехал с ними в город, чтобы отвезти их. Они попросили его подписать бумаги, как заявляла комиссия, это был документ о сносе. Прошло немного времени, я спросил у сына, почему до сих пор не начали сносить дом. И он только недавно признался, что подписанные документы оказались на ремонт». «Приехала комиссия, ничего не объясняя, сказали поставить подпись на снос дома. Я так и подумал, что будут сносить. Обманули и сказали ждать ответа от Акимата. Но ответ пришел на ремонт». В Уральске работает 8 учреждений, проверяющих и оценивающих состояние жилья, пострадавшего от весеннего паводка. Специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства заявили, что дом Аязбай Акуатова подлежит ремонту. «Восход 237 по поводу обращения жителей, что обманули, это невозможно быть, так как мы власть с работой, которая нам сдает документы. Техсокручка компании сносили ремонт, мы сдаем в Акимат. Восход 237, когда мы проверили на ремонт, там оценка прошла, и определили сумму. Сумму точно не могу сказать». Аязбай Акуатов, не согласный с решением оценочной кампании, написал заявление на имя Акима области. Жители могут обратиться в суд, если не согласны с заключением оценочных кампаний или решением исполнительного органа. Для этого требуется заключение независимой оценочной кампании. Амина Максотова, Альбина Жекенова, Айбулат Жегапар, Александр Грабарев, Телеканал ТДК-42. В Утрасской области продолжаются интенсивные работы по ликвидации последствий паводка. На сегодняшний день в городе Кулцаре, который одним из первых принял на себя удар большой воды, залиты фундаменты и возводятся стены для ста домов. О ходе работ наш корреспондент. Интенсивное строительство жилья для пострадавших от паводка жителей продолжается. В Кулцаре увеличено количество подрядных организаций для возведения ста домов. На строительную работу выделено более трех миллиардов тенге. Ответственные лица обещают сдать дома до сентября. Фонд «Казахстан-Халкана» финансирует строительство 80 домов. Остальные 20 домов финансируются из областного бюджета. Строительные работы ведутся в полном объеме. Все необходимые материалы подрядной организации получают из нашей области, не привозя их из других регионов. Фундаменты залиты для 77 домов общей площадью 100 квадратных метров. Стены возведены для 62 домов. И крыши перекрыты на 12 домах. В строительстве участвует 8 местных подрядных организаций и 209 рабочих. Мы проверяем фактический ход и объем работ, следим за отсутствием отклонений от проекта. Все идет по плану. Качество бетона соответствует нормам. Все поступающие материалы также проверяются и отслеживаются максимально тщательно. Кроме того, в Кульсары планируется построить школу на 2000 мест и разрабатывается проект строительства детского сада. Сергей Уланов, Альбина Жекенова, Нурислам Гумар, Айбекуанда Кулы, ТДК-42, Атырауская область. Жители около 60 домов села Томикен Магисталской области жалуются на соседа, потому что он держит в доме более 60 собак. Исходящий от них запах и вой беспокоят жителей с 2022 года. Наши корреспонденты выслушали жалобы жителей и разобрались в ситуации. Владелец домашних животных изначально держал 7-8 собак. Однако их количество постоянно увеличивалось. Сейчас насчитывается более 50 собак, отмечают жители села Атамикен. Они жалуются на то, что днём и ночью от лая собак нет покоя. А их количество, которое бродит по улицам, держит в страхе и взрослых, и детей. Держать в доме 60 собак – это просто ужас. Тем более, вокруг живёт столько людей. Один начинает лаять, все подхватывают, раздаётся невыносимый шум. Ночью и вовсе невозможно уснуть. Собаки шумят днём и ночью, не дают покоя. Запах ещё неприятный. Владельцу сколько раз уже говорили, ничего не меняется. Жители рассказывают, что устроившая здесь приют периодически оставляет кости вдоль улицы. В результате все бездомные собаки деревни собираются в этом районе. Жителям становится всё труднее передвигаться по улице. Больше всего они беспокоятся о безопасности детей. Мои действия законны. Есть специальный документ, заявила женщина, приутившая 60 собак. Вдали от села есть место для содержания бродячих собак. Но забор там не построен. Поэтому она ухаживает за четвероногими в доме. Лает, потому что соседи сами ходят. Вот опашка с палками, с внуками, с палками. Нет, ничего не предлагали вообще. Единственное, что люди помогли собрать на землю. И земля есть. Но там не на что пока строить. Тут строится. Построится, переедем, конечно. Мы обратились к Акиму Сила. Глава населённого пункта пообещал создать специальную комиссию по этому вопросу и разрешить спор между соседями. Сейчас в связи с законодательством мы не можем принять конкретные меры в отношении этих граждан из-за отсутствия специальных ограничений по содержанию домашних животных. Теперь в связи с последней жалобой мы создадим специальную рабочую группу местной администрации, пригласим специалистов и будем кардинально заниматься этим вопросом. Заявления жителей и жалобы не останутся без внимания. Измученные жители отметили, что будут добиваться решения вопроса до конца. Амину Максотова, Макагалина Рдаулет, Аслбек Абекенов, Телеканал ТДК-42, Мангисталовская область. В Атрау из канала Сару-Зек за один день было собрано 80 килограммов мертвых мальков. Во время наводнения река Урал вышла из берегов, нерестившаяся рыба зашла в разливы. После того, как уровень воды в реке снизился, появившиеся на свет мальки остались в прудах. В настоящее время сотрудники рыбной охраны, представители местных исполнительных органов и рыболовных хозяйств, а также волонтеры проводят работы по спасению мальков. Найдены мертвые рыбы разных видов, в том числе карп, платва, лещ, сом. Общий вес мальков рыб семейства Карповых составляет 80 килограммов. В соответствии с Кодексом здравоохранения и здоровья населения Республики Казахстан, работающие обязаны периодически проходить медицинское обследование. Так, в Западоказанской области по итогам первого полугодия 2024 года медосмотр прошли более 12 тысяч сотрудников. В результате обследования были выявлены сотрудники, переведенные на легкую работу, а также те, кто по состоянию здоровья взят на диспансерный учет. Об этом сообщили специалисты областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Специалисты уделяют два вида медицинских осмотров – профилактические и периодические. Первый проводится для оценки состояния здоровья человека, устраивающегося на работу или обучение. Второй предназначен для работников, занятых на тяжелых работах. То есть, в данном случае работодатель обязан до 1 декабря совместно с медицинской организацией предоставить территориальным управлением список подлежащих медицинскому осмотру работников. Далее, в течение года данные работники подлежат периодическому медицинскому осмотру. Так, за первое полугодие 2024 года пройдено всего 12 тысяч работников. Подлежало их 16 тысяч, из них 3 тысячи женщин. В результате медосмотра более 100 человек были поставлены на диспансерный учет. А 4 человека направлены на легкий труд. В целом, список производств, цехов, профессий и должности, а также перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда утверждается Министерством здравоохранения. Это сероводород, либо работа связана с варочной аэрозолей, шум, вибрация, токари, водитель, допустим, шум, вибрация, которые сидят 8 и более часов за работой. Такие у нас есть показатели именно в табличном варианте, где определяется, тяжелый этот труд или нет. Отметим, что по Западно-Казахстанской области около 36 тысяч человек работают во вредных условиях. Полиция Туркестанской области задержала местного жителя, 9 лет находившегося в международном розыске. Установили его в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Арысского районного отдела полиции. 35-летнего разыскиваемого преступника полицейские задержали на одной из съемных квартир в Сайрамском районе. Мужчина задержан и теперь ему придется отвечать за тяжкое преступление, совершенное 9 лет назад. В Западно-Казахстанской области выявлены нарушения в оплате командировочных расходов и трудовых отпусков государственных служащих. Об этом сообщили на заседании Совета по этике. Подробнее о ситуации и мерах, принимаемых для устранения нарушений, в следующем сюжете. В этом году в Западно-Казахстанской области выявлено 16 фактов несвоевременной выплаты командировочных расходов и отпусков государственным служащим. Требования закона сильно нарушаются Акиматами. Об этом сообщил председатель Совета по этике Мурат Байсалов. Сегодня на заседании Совета по этике рассмотрены 6 вопросов, и все они профилактического характера. До этого департаментом Агентства по делам госслужб по Западно-Казахстанской области проводилось ряд проверочных мероприятий в Акиматах, в государственных органах. И в связи с этим сегодня отчитывались руководители тех государственных органов по принятию мер по недопущению впредь выявленных нарушений. Совет по этике уделяет особое внимание профилактике нарушений и требований законодательства государственными служащими. На совещание отчитались Акиматы Чингерлаусского и Картупинского районов. В первом наложено обучение на курсах переподготовки специалистов. В прошлом году департаментом по делам государственной службы в районном Акимате был проведен внешний анализ, в результате которого выявлено 11 правонарушений. Власти районов утверждают, что своевременно справляются с нарушениями. По пятому пункту в постоянной основе проводятся профилактические мероприятия на недопущение совершения коррупционных преступлений государственными служащими. Постоянно проводятся семинары обсуждения противодействия коррупции и уголовного кодоса. За первое полугодие 2024 года на этическом совете было рассмотрено 4 дисциплинарных дела и 5 государственных служащих привлечены к наказанию. В прошлом году членами совета было расследование 8 дисциплинарных дел. Семинар для имамов прошел в Уральске. В ходе мероприятия священнослужители делились опытом и затрагивали темы религии и традиции. Подробнее в сюжете. 24 июля имамы области собрались в одном месте, чтобы обсудить важные темы, касающиеся религии. В ходе семинара обсуждены основные вопросы ислама. Член Совета улемов Духовного управления мусульман Казахстана Ирсин Амре разъяснил суть и значение данного мероприятия и обозначил его цель. В семинаре приняли участие около 15 имамов со всей Западно-Казахстанской области. Мы проводим такие мероприятия, чтобы обсудить волнующие вопросы, также с целью расширения кругозора и поделиться опытом. Эти семинары собирают много людей, у каждого свой опыт и видение на различные вопросы. Участники семинара говорят, что подобные семинары необходимо проводить чаще, так как вопросы религии всегда актуальны. Я считаю, что данные семинары полезны, но в наш город такие опытные имамы, как Ирсин Амире, приезжают нечасто. Здесь мы обмениваемся опытом, обсуждаем вопросы религии. Это очень помогает нам в дальнейшей деятельности. Подобные семинары проводятся регулярно во всех областях, и каждый желающий может посетить их, говорит член Совета улемов Духовного управления мусульман Казахстана Ирсин Амре. Зарина Шакешева, Марлен Искалиев, Аслбек Абекенов, Телеканал ТДК-42. Казахстанским институтом общественного развития в Ассамблее народа Казахстана были проведены исследования качества организации и эффективности работы по связям с общественностью центральных государственных и местных исполнительных органов. В ходе исследования участие приняли представители НПО, журналисты, блогеры и общественные деятели. Цель данного мероприятия – оценка качества организации и эффективности работы Работы по связям с общественностью, центральных государственных и местных исполнительных органов, а также разработка рекомендаций по улучшению качества данной деятельности. В ходе данного исследования нами организована фокус-группа, то есть групповое интервью, в котором участвуют такие эксперты, как представители НПО, журналисты, блогеры и общественные объединения. В Алматинской области проходит учебно-тренировочный сбор национальной команды по стрельбе из лука в рамках подготовки к пятым мировым играм кочевников, которые состоятся в Астане в сентябре. В мировых соревнованиях примут участие около 4000 спортсменов из более чем 100 стран. Будут проходить соревнования по 20 видам спорта, включая конные состязания, национальную борьбу, стрельбу из лука, стрельбу по мишеням, традиционные интеллектуальные игры, соколиную охоту и перетягивание каната, а также демонстрационные выступления по 10 видам национального искусства. Напомним, что эти соревнования с нетерпением ожидает весь мир. Они пройдут с 8 по 14 сентября в столице. Сейчас идет активная подготовка к соревнованиям. Наша сборная состоит из самых преуспевающих спортсменов. Подготовку команды на данный момент можно оценить на 70-80%. Дорогие телезрители, обо всех важных событиях уходящей недели вы можете посмотреть в программе «Итоги недели» в это воскресенье на телеканале ТДК-42. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!